Улыбайся Музыка движения – это уже источник хорошего настроения. В нашей программе мы не раз приходили в гости к этим ребятам, в танцевальный коллектив «Надежда» в Центре преодоления. Так уж получается, что проблемы со здоровьем, которые заставляют людей сесть в инвалидное кресло, очень разные. А такая реабилитация, как танцы, одна на всех. Наша юная героиня сегодня – Кристина Абрамова. Я танцами занимаюсь уже 5 лет. Мне нравятся все танцы, которые мы репетируем. Совсем недавно она вместе с друзьями, родителями вернулась с Большого фестиваля интегрированного танца из Москвы. Коллектив представил там свой народный танец «Валенки» и в итоге стал лауреатом и даже победителем престижного международного конкурса «Инклюзив Дэнс». У ребят очень много было впечатлений, потому что каждый год фестиваль проводится в разных местах. В прошлом году был с «Планете КВН», позапрошлый раз был в театре Немировича Данченко, а в этом году проходил в центре певицы Людмилы Рюминой. И поэтому, в общем-то, было очень интересно там. Мы находились там целый день, проходили мастер-классы. И, в общем-то, очень много впечатлений, очень высокий уровень фестиваля, очень много коллективов из различных стран. Наши ребята не только соревновались со сверстниками из Италии, Аргентины, они многому научились. Мастер-класс – это не просто популярная форма урока, это реальные навыки для наших артистов. Уже дома Кристина поделилась с нами тем, чему научилась. Чтобы проехать прямо, несколько раз не перебирать колеса, можно руки назад на колеса сделать и один раз толкнуться. И будет сильный толчок. Казалось бы, все просто, но без дельных советов не всегда удается получить навык самому. Тем более, что не все, кто танцует на колясках, вообще способны сделать то или иное движение. Все зависит от возможности человека, а точнее, от причины его нездоровья. Сейчас Кристине 13, и все это время родители борются с недугом дочери. С большой любовью и трепетом Светлана Абрамова, мама Кристины, рассказала, как волшебно появилась на свет их маленькая принцесса – врождественский цачельник. Вес 350, рост 57 сантиметров, модель не иначе. Но на смену радости пришла тревога. То, чего не видели доктора во время беременности, стало очевидным после рождения малышки. Само заболевание образовалось первые 8 недель беременности. Именно беременности. То есть, когда формируется спинной мозг, вот этот вот весь, и как бы у нас спинномозговая грыжа. Это вот некоторые путают, что это как межпозвоночная грыжа, то нет, это вот спинномозговая грыжа, это я называю ее как бородавка такая, то есть она вот у нас была копчиковая, она вышла, это нервные окончания выходят наружу. Есть они сочащиеся, как бы, а есть сухие. Вот у нас спиной мозг вытекал. Почему это случилось? Что я сделала не так? Такие вопросы задает себе каждая мать, у которой родился нездоровый ребенок. Переживала драму и Светлана. Изначально я спросила, почему и как. Ну, сказали, либо я токсикоманка страшная, либо я, значит, переболела краснухой, может быть. Ну, в общем-то, такого вот у меня ничего, не этот самый, нету такого. Вот, это сейчас вот, как сказали все гинекологи мира, заявляют, что спинномозговая грыжа – это нехватка фолиевой кислоты. Но, опять же, кто-то оспаривает, кто-то нет. В общем-то, как бы так мы и не знаем. Ну, если честно, сейчас я уже даже об этом… Это тогда, да, было, почему, где, как. И вообще у меня мысли такие были, что это все связано раз с нервными окончаниями, и все, и вдруг вот она все-таки будет на коляске, и вот посмотрит в окошко и скажет, вот зачем и почему, как-то это… Это сейчас я совершенно другими глазами смотрю на это все. И мы были на коляске, мы два года сидели на коляске, то есть оперировали, но это вот спустя столько времени. А времени понадобилось очень много. Спинномозговая грыжа по статистике случается у одного из 500 новорожденных. В основном из-за нехватки витаминов в первые два месяца беременности. Нужно иметь специальное образование или, как минимум, хорошо знать анатомию, чтобы понять, что не так с ребенком. Светлане всю эту науку пришлось освоить. На 11-й день ее с дочкой выписали из роддома, и сразу пришлось ехать в Санкт-Петербург. И через неделю уже позади было две операции. Но судьба и тут была немилосердна. И у нас оказалась синегнойная палочка. То есть это такая палочка, при которой из ста здоровых детей выживает только один. Это как раз вот тот самый случай, когда сочится вот эта вот грыжа, и она была, видимо, ну не обработана, не санирована, или как это правильно сказать. И, в общем-то, попала. И эта палочка у нас поднялась в голову, и тут началось самое страшное. В Питере они провели долгих три месяца. Операции, лечение, страхи, три месяца надежды. А потом, когда лежишь, ведь очень много сравниваешь. Еще детки, то есть, как бы, ну, в больницу поступали еще детки с таким же диагнозом, допустим, откуда-то вот с Нового города были. И у них было осложнение, когда какие-то, то есть, если вот менингит, допустим, у них сразу все уже, обратный процесс начинается. И я, конечно, столько передумала в том плане, что а вдруг, а вдруг, а вдруг. Вот это я сейчас научилась, и всем говорю, никогда не сравнивайте. Даже царапина болит по-разному, организмы разные совершенно. В середине марта нам поставили второй шунт, и когда Кристину принесли с реанимации, я вот этот день запомнила. Я ее взяла на руки, она мне улыбнулась. И я поняла, что все, мы едем домой. Родной череповец встретил молодую маму легким морозом и нелегкими буднями. Дни перерастали в недели, месяцы, годы. Большого материнского труда. Единственное, говорили, мама, все зависит от вас. От вас, родителей, все зависит. Я сначала, ну как, я же не медик, куда, чего. Ну и, конечно, вот пока в декретном, три года, мы бегали по массажам, в бассейн, то есть в тополек вот бегали на процедуры. Потом две недели отдыхали, бегали в детскую больницу, там в реабилитацию. Потом две недели отдыхали, в поликлинику бегали. И когда я варила в три часа ночи кушать, я понимала, что имели в виду врачи в Питере, когда говорили, мама, все зависит от вас. В семь лет, когда девочка должна была пойти в школу, проблемы усугубились. Снова потребовались операции на головном и спинном мозге. Каждый раз ты сама подписываешься под тем, что ты готова, что она может не встать на ноги потом. То есть вот я, когда приходила в реанимацию, первый вопрос – пошевели ногами. Родители делают все, чтобы жизнь Кристины была разнообразной. Как все школьники, она учится. Сейчас в седьмом классе. Правда, занятия проходят на дому. Учителя из 32-й школы приходят к девочке. И тут все как на обычном уроке. Вследствие проблем с головным мозгом, Кристине сложно построить логическую цепочку рассуждений. И все-таки она очень старается, говорят учителя. Всегда делает домашнее задание. В отличие от многих других детей, которые также учатся индивидуально на дому. Пусть она не сможет сама рассказать. Ну, как я говорю, она же это помнит, что об этом говорили. Даже вот Александр Македонский – это программа пятого класса. Он у нас всплыл в рамках всеобщей истории седьмого. И она это имя помнит. Значит, она, по крайней мере, понимает, что он был. История дается сложнее, а вот истоки, общество знания проще. То, с чем сталкивается человек непосредственно, это и усваивается лучше. Главное – прилежание и усидчивость. А такие качества у девушки в избытке. Только представьте, сколько труда, аккуратности, точности нужно, чтобы сделать такое. Работы Кристины из бисера, иначе как шедеврами не назовешь. Если мы в две прошли, и у нас, например, было здесь набрано пять, то мы три еще добираем, чтобы их потом скрутить. Одно такое бисерное чудо Кристина иногда делает месяц, иногда два. Ее умению можно только позавидовать. Золотые руки у этой девочки. И сердце у нее тоже золотое. Во всяком случае, наша съемочная группа, общаясь с этой семьей, была окружена невероятной атмосферой теплоты и добра. Хотелось бы, чтобы и люди вокруг были добрее. Об этом сегодня мечтает и Кристина, и ее мама. Всем мамам хочется счастья для своих детей. Мне тоже очень хочется, но в первую очередь мне хочется, чтобы немножечко наш окружающий мир был добрее. И, конечно, вот очень хочется. Когда даже с коляской я была, она с гипсами была, она поправилась тогда сильно. И я вот с коляской, это очень мало кто чем-то поможет. Дверь может откроют, а в лестницу пусть вот эти есть пандусы такие сделаны, но мало таких вот отзывчивых, мало. Но опять же, вот уже столько лет, я раньше все время думала, что так много злых, а сейчас я понимаю, что добрых людей на самом деле больше. Просто не каждый может показать свою доброту. А еще Светлана Абрамова с радостью готова поделиться личным опытом с молодыми мамами, которые столкнулись с подобными проблемами у детей. В жизни нужно поддерживать друг друга, и тогда все можно преодолеть. Не нужно сравнивать себя с другими, не нужно примерять на себя чужую судьбу. Нужно жить своей жизнью, но жить, понимая и принимая себя и окружающую действительность. У каждого из нас свое предназначение, свои возможности. Каждый из нас уникален, как и наше здоровье. Это зыбкая равновесие и очень изменчивая. Стоит жить достойно при любых обстоятельствах и быть внимательным и добрым ко всему вокруг. И тогда мир улыбнется в ответ.